добрый день дорогие друзья приветствую за экономики здравого смысла с вами Руслаб Романчук будьте с нами подписывайтесь пожалуйста наш канал и мы начинаем сегодня тема когда деньги не к добру понятное дело когда у вас в кармане много денег когда они на счете когда они в каких-то активах это хорошо но безусловно есть момент когда деньги не к добру деньги не к добру друзья когда начинают их слишком многое печатать кто у нас имеет право печатать деньги понятное дело не сосед ваш не ваш начальник по работе имеет право печатать деньги только национальный банк и вот национальный банк согласно последним данным увеличил объем наличных денег если взять сентябрь сентябрю более чем на 50 процентов 50 процентов это абсолютно беспрецедентные темпы увеличения наличных денег в обращении мы имеем увеличение и по разной и активной денежной массы и денежной базы причем это двузначные цифры и это конечно же разогрев экономики это оборотный капитал для государственных предприятий это деньги для банков которые дают и кредиты и занимаются инвестиционными программами это просто деньги которые идут потом и на рынок они конечно же пойдут и будут влиять на цены ценам приказали стой раз-два причем ценами производителя дали по зубам и рентабельности ну что происходит каким показатели являются критически важными для оценки того работают деньги в работают в экономике работают они же на цене вроде бы не давать смотрите друзья есть такой показатель да сколько там денег и горячих там наличных общей денежной массе сегодня это показатель превышает 31 процент стабильные деньги вот стабильность за бы там норма такая классическая это 7 процента представляете в более чем в четыре раза превышен данный показатель когда такой объем горячих денег в общей денежной массе что происходит эти деньги как пугливая лань могут в любой момент карте обочититься на рынке либо на валютном либо на товарном либо еще где-нибудь и тогда привет привет инфляция двузначная как минимум или привет привет рост цен на какой-то товар который люди посчитают очень важным для покупки это отчасти недвижимость это конечно же могут быть и доллары долларом 333 34 35 это понятное дело еще не потолок но когда мы имеем такие такие темпы увеличения денег прирост денег в обращении естественно стоит задуматься почему с чего бы это а второе какие будут последствия последствия друзья вы уже прекрасно понимаете если мы увидим последние 20-23 года с начала двухтысячных такого количества горячих денег не было не было и если мы вспомним как чем заканчивается периоды активного денежного фальшивомонетничество если мы вспомним что бывает когда у нас большой дефицит платежного и торгового баланса когда у нас гораздо больше импорта и гораздо меньше экспорта когда нас нету инвестиций и люди начинают забирать все больше деньги и класть их под матрас не доверяя банкам даже доллары тогда происходит дисбаланс и количество фантиков называется денежная называется белорусской рубли очень сильно давит даже на рынок значит розничных товаров цены на которые нельзя поднимать но нельзя нельзя но если очень хочется то отдельным магазинам конечно же это делать разрешат и понятное дело что это будут розничные магазины приблотненные приближенные на все-таки рост и на мой взгляд будет неизбежно ну вот ли он фиксироваться другое дело потому что когда фиксирует белста цены он идет в известной ему точки к известным производителям и пишет эти начать циферки потом эти циферки значит собирают в один ряд потом утверждаются эти цифры согласовываются для того чтобы население не пугалась поэтому нас инфляция друзья за девять месяцев почти меньше четырех процентов совершенно классные показатели и лукашенко может сказать смотрите даже в условиях санкции в условиях там ограничения всевозможных мы сумели стабилизировать цены ну и немножко опустил рубль немножко это более 25 процентов будет по этого года 0 и вот и немножко потому что ему кажется что если нету 100 так это же и денежная валютная стабильность выздорове вам друзья это должно не значит расхолаживать нужно быть действительно очень внимательным по отношении того чтобы происходить на рынке денег потому что создаются все предпосылки для того чтобы тут было достаточно очень тревожно и очень напряженно и с инфляцией соответственно ценами на товары белорусских рублях и особенно с импортом и конечно же с курсом потому что опять-таки сладится впечатление это же нарисованные темпы роста экономического три с половиной за девять месяцев а под концу при конце на конец года будет там и три с половиной потому что нарисует не должны вас расслаблять и сказать ну да деньги в экономике работают бесплатно денег очень много денег слишком много и они будут давить на цены на коз будьте осторожны спасибо большое за внимание экономика здравосмысла будьте с нами подписывайтесь пожалуйста наш канал же беларусь слава украине и 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